Сегодня я расскажу вам про 5 полезных настроек фотоаппарата, о которых вы могли не знать, особенно если вы только начинаете заниматься фотографией. Первое. Не все знают, что в фотоаппаратах с вот таким окуляром часто бывает так называемая диоптрийная настройка, то есть настройка под ваше зрение. Это может пригодиться людям с плохим зрением, чтобы они могли смотреть видоискатель без очков. А вот людей с хорошим зрением эта настройка наоборот может сбить с толку. Иногда бывает такое, что вы смотрите в видоискатель, а там все размыто. И в первую очередь имеет смысл проверить. Возможно, у вас просто сбилась диоптрийная настройка. Второе. В фотоаппарате есть режим, который называется BULB. Его название BULB можно перевести с английского как груша. Корни этого названия уходят в прошлое, когда фотографы вручную задавали нужную выдержку. Они нажимали примерно на такую грушу, и затвор открывался. Отпускали грушу, и затвор закрывался. Современный режим BULB работает примерно так же. Вы нажимаете кнопку спуска, затвор открывается. И будет открыт до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска. Часто на экране вы можете увидеть таймер. Если на вашем фотоаппарате нет отдельной кнопки BULB, то зайдите в настройку выдержки и долистайте до самых длительных выдержек. Часто BULB находится сразу после выдержки 30 секунд. Третье. Если ваши фотографии получаются смазанными, даже если вы фотографируете со штатива, возможно, ваш фотоаппарат шевелится, когда вы нажимаете на кнопку спуска. Чтобы не сотрясать камеру нажатием на кнопку, можно воспользоваться пультом дистанционного управления. Или, если у вас такого пульта нет, используйте функцию отложенного спуска. Вы нажимаете на кнопку, а фотоаппарат делает снимок лишь через несколько секунд, когда камера уже успевает стабилизироваться. Но имейте в виду, если вы хотите использовать режим BULB, то без пульта дистанционного управления, скорее всего, вам не обойтись. Четвертое. Наверняка вы знаете, что при нажатии на кнопку спуска до половины, ваш фотоаппарат фокусируется. Конечно, в том случае, когда у вас включен автофокус. Но если после того, как фотоаппарат сфокусировался, оставить кнопку спуска нажатой до половины, то фокус застынет в этом положении, и фотоаппарат не будет пытаться сфокусироваться, пока вы не отпустите кнопку или не нажмете ее до конца. Это позволяет фотографу слегка перекомпоновать кадр после того, как он сфокусировался. Или, например, заранее сфокусироваться на каком-то месте, где скоро должен будет появиться объект съемки. Нажимаем на кнопку спуска до половины и ждем. Объект появился в нужном месте, нажимаем кнопку до конца. Важно понимать, что эта функция работает только в режиме покадровой фокусировки. Это AF-S или One Shot. Ну и пятая настройка. В фотоаппаратах часто есть функция брекетинга, или как ее еще называют, эксповилка. Фотоаппарат делает три снимка. Один будет обычным, второй будет темнее, а третий снимок будет светлее. Таким образом вы получите три разных по яркости снимка, то есть эксповилку. Для чего это делается? Либо для последующей склейки HDR, либо просто, когда фотограф боится ошибиться. Ведь используя брекетинг, больше шансов, что хотя бы один из трех снимков окажется идеальным по экспозиции. В современных фотоаппаратах функция брекетинга может быть еще разнообразнее. Например, может быть брекетинг баланса белого, брекетинг фокусировки и так далее. Кроме того, иногда можно делать не три разных кадра, а намного больше. Пять, семь и так далее. Фотоаппараты постоянно совершенствуются, появляются новые полезные функции и расширяются возможности старых. Наверняка я забыл рассказать про еще что-нибудь интересное. Поэтому будет здорово, если вы поделитесь в комментариях, бывало ли такое, что какие-то настройки фотоаппарата вдруг стали для вас настоящим открытием. Что это за настройки и как они теперь помогают вам при съемке? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.